Литература Великого княжества литовского литература, сложившаяся в 14-17 веках на землях Великого княжества литовского, многоязычная литература Великого княжества литовского развивалась на западнорусском, старославянском, польском, латинском и литовском языках, представлено различными жанрами, летописанием, историческими хрониками, повествовательными и описательно-билетризованными формами, поэзией, публицистикой, драматургией. Одной из особенностей литературы была ее поликонфессиональность. Наряду с религиозными православными произведениями существовали католические, протестантские, униадские. Разница религиозных взглядов привела к возникновению полемической литературы также давшей ряд талантливых авторов. Истоки литературы Великого княжества Литовского В XII-XIII веках на территории будущего Великого княжества Литовского литературным творчеством занимались православные монахи-книжники, среди которых наиболее известны Кирилл Туровский, Евфросинья Полоцкая, Авраамий Смоленский и Климент Смолятич. Сохранилось наследие Кирилла Туровского, восемь слов, три притчи, около тридцати молитв и несколько канонов. Евфросинья Полоцкая переписывала и распространяла книги, писала летописи и оригинальные произведения. В конце XII-XIII веке на этих землях было создано первое географическое произведение «Житие Евфросинии и Полоцкой». Архимандриту Авраамию Смоленскому приписывают слово о небесных силах, чего ради создан был человек, слово о мотарствах и страшном суде. Сказание о замогильной жизни «Житие Авраамия Смоленского» герой вступает в борьбу не с язычниками, а с единоверцами и духовенством. Из произведений метрополита Клемента Смолетича сохранилось послание Фоме про свитеру, где толкуются библейские тексты. Заметно знание авторам философии Платона и Аристотеля.